Привет! Вы на канале AeroPortal. В одном из прошлых видеороликов я рассказывал вам о транспортном самолёте отечественного производства Ил-76. И я спросил вас, о каком самолёте вы бы хотели увидеть в следующий выпуск, и в комментариях вы просили рассказать о многих самолётах, и один из них — военно-транспортный самолёт американского производства Boeing C-17. Многие считают его главным конкурентом отечественного самолёта Ил-76, и сегодня я расскажу вам кратко и просто о его истории, о его технических характеристиках, а также сравнимым его с Ил-76. Перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на нашу группу в ВК. Это наш запасной аэродром, и там тоже есть контент про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдёте в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Итак, Boeing C-17 Globemaster — это современный тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный и производимый компанией Boeing. Его разработка началась в конце 1970-х годов. ВВС США выразили потребность в новом тяжёлом военно-транспортном самолёте, чтобы заменить устаревший C-141 Starlifter. В 1980 году командование ВВС США официально объявило конкурс на разработку нового самолёта. Конкурс соревновательного прототипирования был объявлен в 1981 году, и в нём участвовали четыре крупные компании — Boeing, McDonnell Douglas, Loghead и Douglas Aircraft Company. Каждая из компаний представила свой проект, и в 1981 году была выбрана компания McDonnell Douglas для разработки прототипа. Проект самолёта получил обозначение YC-15 и провёл свой первый полёт в 1975 году. Однако уже в конкурсе на разработку C-17 победил проект компании Boeing, выигравший контракт на создание прототипа XC-15. Первый полёт прототипа XC-15 состоялся 15 сентября 1991 года, и после успешных испытаний XC-15 был произведён первый серийный самолёт C-17, который был передан ВВС США в 1993 году. Всего было построено около 270 самолётов C-17, которые на протяжении многих лет успешно выполняли миссии по доставке грузов и перевозке войск в самых отдалённых и непроходимых районах мира. Как я уже сказал, по официальной информации сейчас эксплуатируется около 270 самолётов C-17 по всему миру. Список стран, где данный тип самолётов выполняет полёты, вы видите сейчас на экране. История производства самолёта, которая началась в 1991 году, подошла к своему завершению 30 ноября 2015 года. Именно в этот день на предприятии в Лонг-Бич в Калифорнии был выкачан последний серийный самолёт данной модели. Причина прекращения сборки финансовая. В компании Boeing было принято данное решение ещё в 2013 году ввиду отсутствия крупных заказов на поставку данных самолётов. Самолёт Boeing C-17 широко используется в военных и гражданских областях благодаря своей многофункциональности и возможностям. Вот несколько основных способов применения самолёта Boeing C-17. Первое — военные операции. C-17 является военно-транспортным самолётом и широко применяется в операциях силовых структур. Он способен перевозить грузы, вооружение, технику и войска на большие расстояния. Этот самолёт может использоваться для доставки и высадки войск в труднодоступных районах, поддержки десантирования, а также для выполнения задач эвакуации. Второе — гуманитарные миссии. C-17 используется для доставки грузов и гуманитарной помощи в зонах бедствий и конфликтов. Благодаря большой грузоподъёмности и возможности использования неподготовленных взлётно-посадочных полос, этот самолёт позволяет оперативно доставлять помощь в труднодоступные районы и обеспечивать перевозку медицинских бригад, пищевых и энергетических ресурсов. Третье — транспортный самолёт. C-17 может быть использован для коммерческого грузового транспорта. Его большая грузоподъёмность и дальность полёта делают его привлекательным для компаний, занимающихся доставкой грузов по всему миру. Также самолёт может перевозить крупные грузы, включая оборудование для нефтяной и газовой промышленности, строительное оборудование и другие тяжёлые предметы. Четвёртое — военно-транспортная поддержка союзников. C-17 является важным элементом сотрудничества и поддержки союзников во время международных операций. Он способен доставить грузы и войска на дальние расстояния, что позволяет странным партнёрам оперативно реагировать на угрозы и совместно проводить тренировки и учения. Пятое — перевозка пассажиров. Возможность перевозки пассажиров делает C-17 полезным для военно-транспортных рейсов и эвакуации граждан в чрезвычайных ситуациях. Салон самолёта может быть переоборудован для комфортного размещения пассажиров или медицинской эвакуации. В целом, Boeing C-17 является универсальным самолётом, который может быть применён в различных областях — от военных операций до гуманитарных миссий. Его возможности по доставке тяжёлых грузов и дальность полёта делают его ценным активом для многих стран и организаций. Переходим к кратким лётно-техническим характеристикам данного самолёта. Начнём с технических. Экипаж — 3 человека, масса пустого — 122 тонны, масса максимальная взлётная — 265 тонн, максимальная полезная нагрузка — 77 тонн, возможные варианты нагрузки, 102 снаряжённых военнослужащих, 48 населок с ранеными, 3 вертолёта «Апач», 1 танк «М-1», десантируемые платформы с техникой. Теперь переходим к лётным характеристикам. Максимальная скорость — 833 км в час на высоте 8500 метров. Крейсерская скорость на малой высоте — 648 км в час. Перегоночная дальность полёта — 8710 км. Дальность полёта. С грузом массой 56 тонн — 5190 км. С грузом массой 76 тонн — 4445 км. Практический потолок — 13715 метров. Более подробные лётно-технические характеристики вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. Теперь переходим к сравнению Си-17 с Ил-76. Про него мы уже делали видеоролик. Посмотреть его вы можете по ссылке в описании и по ссылке в подсказке. Ил-76 и Боинг Си-17 являются двумя крупными военно-транспортными самолётами, которые имеют ряд сходств и различий. Их сравнение проведём по основным характеристикам. Первое — грузоподъёмность. У самолёта Ил-76 грузоподъёмность составляет около 50 тонн, в то время как у Боинг Си-17 она составляет до 77,5 тонн. То есть Си-17 имеет большую грузоподъёмность, что позволяет ему перевозить больше грузов или вооружения. Второе — дальность полёта. Ил-76 имеет дальность полёта около 5000 км, тогда как у Си-17 она достигает более 8000 км. Это означает, что Си-17 может преодолевать большие расстояния без дозаправки, что является преимуществом при перемещении войск и грузов на большие расстояния. Третье — размеры и габариты. Си-17 немного больше и длиннее, чем Ил-76. У Си-17 размах крыльев составляет около 52 метров, в то время как у Ил-76 — 50 метров. Си-17 также имеет большую длину фюзеляжа и высоту в сравнении с Ил-76. Четвёртое — эксплуатационные характеристики. Си-17 имеет более современную авионику и систему управления, что делает его более эффективным и современным в сравнении с Ил-76. В конечном счёте оба самолёта обладают высокой грузоподъёмностью и способностью работать в условиях ограниченной инфраструктуры. Однако Boeing C-17 имеет преимущество в дальности полёта и грузоподъёмности. Тут следует отметить, что Ил-76 производится с 1973 года, а Си-17 — с 1991 года. То есть между самолётами приличная возрастная разница в почти 20 лет. И, безусловно, американские конструкторы внимательно изучили самолёт ОКБ Илюшина, позаимствовав у него ряд важных особенностей, что позволило достичь вышеперечисленных лётно-технических показателей. И если история Си-17 уже по сути завершена, то история Ил-76 продолжается. Например, в 2015 году свет увидела обновлённая версия Ил-76-90А. Про какой самолёт вы бы хотели увидеть в следующий ролик? И сравнение каких самолётов вы бы хотели увидеть? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК по ссылке в описании. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!